Мы на днях думали записать видео знакомства, в честь того, что мы переехали, и у нас есть 100 подписчиков уже. Так что я думаю, на неделе мы придумаем вопросы или возьмём те вопросы, которые нам задавали, хоть их и не так много. И я думаю, даже что-то с ними. Так что обязательно ждите. Конечно, это видео выйдет с задержкой, так как у нас все видео выходят с задержкой примерно в три недели. Так что всё будет чуть-чуть позже. Это такой спойлер. Саша ушёл на работу ещё в полдесятого утра. Мы приготовили завтрак и еду на работу ему, а я осталась дома готовиться к сегодняшней лекции. Мне нужно написать свою часть для репорта. Сегодня уже вторая сдача репорта. Мы будем ставить друг другу минус баллы, оценивать работу команды. И поэтому мне нужно хорошо подготовиться, чтобы мне не поставили минус баллы. И очень хорошо, что мне сегодня отменили две пары. Лекцию и лабораторную работу, потому что у преподавателя бизнес-поездка. И как раз у меня есть время для того, чтобы лучше подготовиться и получить нормальные результаты, нормальную оценку. Как вы помните, у нас сложилась нестандартная ситуация с получением временного вида на жительство. И перед тем, как пришли документы на самополучение, нам также прислали информацию о том, что вернут 120 евро как компенсацию за задержку в изготовлении карточки. Потому что мы платили за срочный. Да, мы платили за срочный вид на жительство, который делается гораздо быстрее, чем обычный. И сейчас мы едем в налоговую службу для того, чтобы разобраться и надеемся вернуть эти деньги, как они и написали. Так что посмотрим. Такого опыта ещё не было. Даже интересно, что будет и как это всё проходит. Мы только что вышли из центра обслуживания клиентов. В налоговой. Да, в налоговой. До этого мы попали в администрацию. Приехали немного не туда. Нам подсказали, по какому адресу обратиться. И вот мы сюда приехали. Буквально были здесь максимум до получаса, я бы сказала. 15 минут. Ты засекал, да? 15 минут, да. Взяли талончик, посидели. Нам персонал очень помог. Всё подсказали. И очень понравилось, что есть опция оценки качества обслуживания. Можно выбрать из пяти. Там очень плохо. И я жду очень хорошо. И мы тоже воспользовались этим, так интересно. И видно было, что сотруднице приятно. Классно. Интересная система. Да. И ещё один плюс в том, что в бумажном виде ничего нет. Всё сканируют и всё в системе. Да, мы хотели оставить копию. У нас были копии документов. Но она сказала, что они предпочитают сканировать и не возиться с бумагами, не хранить их полгода, а потом не уничтожать. Так что достаточно плюс, короче, за такую систему, за такой подход. Потому что это достаточно правильно. Тем временем, 13 ноября, у Акрополиса уже поставили ёлочку и начали даже её наряжать. Прикольно. Всё оттанавливается. Угу, да. Главную ёлку будут 31-го доставить. Да, вот почему. Нужно будет сходить. На открытие. Ты уже был там? Ни разу? Не, на открытие не было. Ну, значит, точно надо идти. Интересно, как это всё проходит. Мы уже приехали в наш новый домик, выгрузили все вещи и поставили вариться борщ. Борщ, украинский борщ без мяса, постный. Я тем временем пытаюсь работать над домашним заданием. А Саша спрятался. В темноте сидит, работает. Не темно? Нет. Пора, пора вкидывать что-то в борщ. Вот такой красивенный борщ у нас получился. Саша вышел за хлебом, а я пока нарезала лук, чеснок и засыпала себе чуть-чуть фасоли, потому что я люблю фасоль, чтобы борщ был немного сытнее. И скоро будем кушать. Всем доброе утречко. У кого там день или, возможно, вечер, всем привет. У меня сегодня снова очередной рабочий день, уже последний, пятница. Еду уже отвозить последние документы в общежитие, чтобы вернули депозит и точно распрощаться с ним. И второе, еду покупать резину и диски на Opel, потому что зима, он до сих пор стоит, я на нем не ездил. Я 9 числа его загнал на стоянку, и он с того времени стоит на парковке, ждет, когда его переобуют. Вот хочу его переобуть, чтобы можно было на нем ездить, потому что вдруг придется на нем куда-то ехать, а он на летней резине. А рисковать техосмотром, ну, техосмотром, да, больше всего техосмотром не хочется рисковать. Штраф там, ладно, еще можно заплатить, а техосмотр проходить заново как-то не хочется. Поэтому едем, едем в общежитие и по резину. А, да, ну и, конечно же, работать. У меня сегодня два занятия, нужно их сделать. Ну что же, все, общежитие прощай. Пока-пока. Документы все отдал. Будем ждать наш депозит назад. Ой, ребята, ну, в общем, как-то так. Поменял резину, поставил вот эти, как я их называю, бублики. Они такие маленькие, конечно. Ну, все, теперь хоть можно на Opel ездить. Ой, вот сейчас тогда беру Opel, Renault оставляю. И пока как-то так устал, конечно, очень сильно. Блин, менять эти колеса тяжело. Тяжело оказывается. Ну, что поделаешь, если надо. Заправили полный бак. Вот, 925 километров. Заправил 46 литров. Получилось 53 евро. Это если со скидкой. Ну, хорошо, хорошо. Ну, а сейчас едем дальше. Стоим немного в пробочке и едем дальше. Ну, с утра пораньше мы решили заехать, помыть машину. И я еще никогда не была на таких, ну, подобных мойках. Обычно... Ой. Она еще разговаривает. Обычно Саша, вы видели, как берет тряпочку, моет сам. А это что-то уже серьезненькое такое. Саша решил на этот раз не мыть сам. И все бы закрывал. Капец, так светло вокруг. Блин! Блин! Фильм ужасов, блин, реальный! А машина будет чистить. Тсс! Тсс! Ой! Ну что они здесь делают? А, пылесосит?